Сократить сроки и повысить качество ремонта федеральной трассы – такая задача стоит сегодня перед алтайскими дорожниками. Поставлять дорожно-строительную смесь будут несколько новых заводов, в том числе с асфальтобетонного в Мамонтовском районе. Объемы производства здесь приличные – порядка двух тысяч тонн дорожной смеси за сутки. Приведение в более-менее нормальное такое человеческое состояние вот этой дороги. Вот сколько лет потребуется, если такими темпами идти? Ну, мы планируем, как бы хотим, 4-5 лет. Чтобы уложиться в отведенные сроки, нужно ремонтировать по 45 километров трассы в год. К слову, на реставрацию дороги Барнаул-Павловск-Казахстан из федерального бюджета выделили свыше миллиарда рублей. Деньги также пойдут и на расширение строительного автопарка. Мы очень здорово модернизировали наш парк строительной техники и приобретаем, конечно, дорогостоящую и высокотехнологическую технику. Это фрезы, это асфальтовые кладчики. Ну и, конечно, не забываем о зиме. Зима у нас, что тут говорить, Сибирь, поэтому все содержание, очистки тоже. В Алтайском крае теперь появился свой проект стратегии цифровой трансформации. Его утвердили на заседании правительства региона. Согласно этому документу, современные технологии и даже искусственный интеллект будут внедрять в бизнес государственное управление и социальную сферу. Стратегия цифровой трансформации нацелена на создание возможностей, которые открываются благодаря новым технологиям и приводят к более быстрому, эффективному и инновационному введению бизнеса, развитию социальной сферы, гибкому и качественному государственному управлению. По новому проекту жители края скоро смогут получать большое количество услуг из дома, не посещая МФЦ и органы власти. Предприятия будут быстрее устранять коммунальные аварии, а аграриям при потере урожая станет проще подать документы на получение господдержки. Прошу вашего всех, по всем направлениям, всех руководителей, вашего внимания к тому, как это все будет реализовываться и при необходимости, ну естественно, надо подтягивать отстающих. Вопросы трансформации на этой неделе обсуждали и в системе образования. Педагоги края разработали 10 инициатив, которым придали статус губернаторских. Их рассмотрят на заседании Президиума Госсовета РФ под руководством президента. На ежегодном августовском совещании Виктор Томенко вручил учителям края государственные награды за достижения в профессии. И в завершении недели Барнаул с рабочим визитом посетила глава Ростуризма Зарина Дагузова. На встрече с губернатором региона она заявила, что с 19 августа Федеральное агентство по туризму начало принимать от банков инвестпроекты для включения в программу льготного кредитования бизнеса, который будет строить и реконструировать отели. В список вошли 20 банков, где инвесторы смогут получать кредиты на свои проекты под 3-5%. Мы рассчитываем, что за счет этой меры поддержки мы ускорим развитие гостиниц, именно современных, качественных, которые смогут дать туристам тот уровень сервиса, который сегодня все мы хотели бы получать, отдыхая на наших курортах. Такая поддержка, по словам главы Ростуризма, особенно актуальна для Алтайского края, поскольку регион входит в топ-10 самых популярных направлений внутреннего туризма. Артем Гусельников, Анара Шагирова. День с толком.